На площади у стадиона Металлург за считанные дни вырос настоящий снежный городок из сказочных и мультипликационных персонажей. Не обошлось здесь и без главного символа наступающего 2014 года лошади. Именно над ее созданием на протяжении шести дней трудились сразу 10 человек. Трудностей было немало. Ушло 20 литров водоэмульсии, 6 цветов колера и 2 банки краски. Самое трудное было сделать упор, чтобы лошадь не упала и голову. Самой большой из всех снежных фигур получился слон. На него ушло не только много снега, но и краски. А вот времени на его строительство потребовалось всего три дня. Сделали ее ученики 10-й школы. Прежде чем комиссия выбрала лучшую фигуру, состоялась их презентация. По итогам конкурса третье место заняли сразу несколько школ. Все получили по 30 тысяч тенге. Второе место разделили 4 школы. Им вручили по 50 тысяч. А вот главный приз в размере 70 тысяч тенге достался восьмой школе, которая вылепила лошадь. Призовые деньги пойдут в фонды школ победителей. Деньги мы будем тратить на нужды школы. В этот день награждали не только авторов снежных фигур, но и участников экологического конкурса на лучшую елку из бытовых отходов. 28 елок из пластиковых бутылок, бумаги, дисков, монтажной пены и даже риса выполнили учащиеся разных школ города. Лучшей экологической елкой стала поделка школы номер 3. На нее ушло 220 пластиковых бутылок. Мы их плавили, скручивали, ну и соответственно, выталкивали ткани различные, разноцветные. Учитель труда у нас делал вот эти вот круги, каркасы и все остальное, в общем-то, собрали. За свой шедевр школьники получили 50 тысяч тенге. Кроме того, утешительные призы в размере 5 тысяч тенге, а также дипломы об участии получили все участники проекта. Закончилось мероприятие флешмобом танцующих елок. Анна Калинина, Дмитрий Поленов, Новости Тимиртау.